Здравствуйте. Я доктор Пуджа Арора из Центральной больницы. Я физиотерапевт. Я полностью согласен с вами. У меня просто небольшой вопрос. Когда пророк Мухаммад получил свое пророчество, и он, как вы сказали, был обычным человеком до того, как стал пророком, предназначался ли Коран, который является Словом Божьим только для мусульман? Потому что Бог ведь не может быть присрастным. Тогда что же делал остальной мир, в то время как пророк Мухаммад наставлял небольшую группу людей? И это забрало очень долгое время для остальных людей, чтобы просто узнать о Божьем Слове. И как долго это заняло времени у немусульман-индусов? Но я полностью согласен с вами. Это должно быть концептом. Индусы верят идолам и изображениям. Арамб, Хагаван и тому подобное. Но это концепт. И они должны быть осведомлены о том, что он один. Индуизм также следует Всевышнему, которым является сила, божественная сила. Но, к сожалению, это было дано в различных формах. Так что это просветление. Если Коран поможет индусам узнать это просветление, это будет невероятно. Сестра задала очень хороший вопрос. И очень важный вопрос. Она сказала, если Коран – это великая книга, если это Слово Всевышнего Бога, тогда почему эта книга, которая дошла до пророка Мухаммада, пришла только для этой небольшой группы? Вы знаете, арабам того времени и только мусульманам. Почему не для всего мира сразу? И как долго это заняло? Сестра, Коран никогда не был ниспослан только для мусульман или арабов. Но Коран был ниспослан всему человечеству. И это упоминается в 14-й сюре Ибрахим в 14-м аяте и в 52-м аяте, и в сюре Бахара в 185-м аяте, и в сюре Зума в 41-м аяте, что Коран был ниспослан для всего человечества. Время не позволяет мне приводить ссылки. Коран не был ниспослан только для арабов и мусульман. Но Коран был ниспослан для всего человечества. И пророк Мухаммад, мир ему, был ниспослан не только для мусульман и арабов. Коран говорит в 21-й суре Амбия в 107-м аяте «Мы отправили тебя только в качестве милости к мирам, в качестве милости к людям, в качестве милости ко всем существам». И это послание повторяется в 34-й суре Исаба в 28-м аяте «Мы отправили тебя ко всем людям, добрым вестникам и предостерегающим увещевателям, но большинство людей не знает этого». Этот аят Корана говорит, что большинство людей не знает этого. По этой причине, сестра, мы проводим такие конференции. Поэтому обязаны с каждого мусульманина передать слово всемогущего Бога всем людям. Могу ли я спросить кое-что? Прошло много времени. Но лучше поздно, чем никогда, сестра. Лучше поздно, чем никогда. И каждый, кто утверждает, что он мусульманин, может не быть практикующим мусульманином. Он может иметь имя Абдулла, Закир, Мухаммад, Султан, но он может не быть практикующим мусульманином. И так же, как ты правильно сказала, в индуизме вы не следуете своим писаниям. Но все же религия, которой больше всего придерживаются не только на словах, но и на практике сегодня это ислам. Он номер один. В цифрах христиан приблизительно 2 миллиарда, а мусульману около 1,8 миллиарда. Но люди, практикующие религию номер один, это ислам. В процентном соотношении большое число. Поэтому эти лекции в основном для небольшого процента мусульман, которые неправильно следуют исламу, чтобы приблизить их к исламу. И тем не мусульманам мы хотим передать послание мира и послание любви, и доказать всему миру, что есть только один Бог. И абсолютный мир может прийти, только если вы подчинитесь воле всемогущего Бога. Это единственный путь к абсолютному миру в этом мире и в последнем. По этой причине, сестра, мы проводим конференции. У нас есть спутниковое телевидение, где каждый день более 60 миллионов людей смотрят нас. Так что, по крайней мере, в день суда мы можем засвидетельствовать перед Аллахом, Субханаху Ата'аля, Он наш Господь. Мы сделали, что смогли. Мы передавали послание каждый день как минимум 60 миллионам людей. И сегодня это послание было доставлено тебе, сестра. Так что завтра, в судный день, я могу сказать всемогущему Богу, что я передал послание сестре. А выбор, принимать его или нет, в твоих руках, сестра. Я хотела бы спросить вас. Могу я спросить? Спасибо, сэр. Есть еще одна вещь. Потому как Бог беспристрастен, так что в день суда, подобно тому, как вы, беспристрастны в том, что немусульманам следует отдавать приоритет в задавании вопросов. Бог ведь беспристрастен. Если индусы перестанут верить в идолов и изображения и начнут верить во всемогущего Бога, у которого нет облика и нет изображения, в день суда отнесется ли Бог к ним, как к мусульманам? Нет, это не так. Но эта концепция, присутствующая в индуизме, это лишь заблуждение, что у Бога есть облик и форма. Но следовать индуизму – это не неправильно, потому что ваша цель – это Бог, Он Всевышний, Он не имеет формы. И если вы донесете это послание индусам, вы сделаете хорошее дело. Хорошо, сестра. Очень хороший вопрос. Спасибо, сэр. А насчет того, что мы пристрастны или беспристрастны, есть два мнения – с вашей стороны и с нашей. Потому что мы пристрастны, по крайней мере, ты можешь задать свой вопрос. Если бы я был беспристрастным, я бы не смог сказать Аллаху, Субхану Ха Та'аля, что передавал послание напрямую. Но что ты должна осознать, сестра? Почему мы пристрастны? Мы вынуждены быть пристрастными, потому что до них уже дошло послание. Если не на 100%, то на 90%. А вам дошло очень мало. Так что мы вынуждены быть пристрастными. Верно, сэр. Давай вернемся к твоему вопросу, сестра. Это очень хороший вопрос. Если индусы уверуют в одного бога и не будут верить идолам, и не будут верить изображениям и статуям, будут ли они в День Суда мусульманами? Это правильно, что ты следуешь части ислама. Если вы прочитаете индуистские священные писания, они говорят, что придет еще один посланник. И приход пророка Мохаммада, мир ему было предсказано в разных местах. О нем было предсказано в Пхавишиа Пурана, глава 3, в разделе 3, стихи из 5 по 8. И также было предсказано в Пхавишиа Пурана, глава 3, раздел 3, стихи из 10 по 27. И также было предсказано в Адхарва Веда, глава 21, стихи из 6 по 7. О нем было предсказано в нескольких местах. О нем было упомянуто по имени, как Мохаммад, не менее в 100 местах в индийских писаниях. Время не позволяет мне упоминать все ссылки. Но также о нем упоминается как об Аватаре. В Кальке Пурана, глава 2, стихи 4, 5, 7, 9, 11, 15, там говорится, что придет еще один Кальке Аватар, и имя его отца будет «Слуга Бога» — Вишнуяж. И на арабском это переводится как «Абдуллах». Так звали отца нашего пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. И имя матери этого Кальке Аватара будет «Сумати», что означает «Мир и Честность». И на арабском это «Амина». Это и есть имя матери пророка Мириму. И этот человек будет рожден 12-го числа. И пророк Мухаммад родился 12-го, раби'у ауал, это его день рождения. И после него будет 4 сподвижника, которых называют праведные халифы. И также говорится, что он будет рожден в мирной местности в Мекке. И что он родится в доме главы Мекки, которым является племя Курайш. И также там сказано, что он уйдет на север от пещеры и вернется назад. И пророк Мухаммад, мир ему, действительно переселился в Медину и затем вернулся в Мекку. Все это говорится о Кальке Аватаре. Так что ты веришь только в одну часть. Но ты должна уверовать в то, что пророк Мухаммад – посланник Аллаха. Спасибо, сэр. Спасибо. Если ты сделаешь это, ты можешь сохранить свое имя, какое бы имя у тебя не было. Как тебя зовут, сестра? Пуджа. Ты можешь оставить свое имя. Тебе не обязательно менять его. Но на практике ты должна быть мусульманкой. Менять твое имя не требуется. Но ты должна верить в концепт одного Бога, без статуи и изображений. И что последний и заключительный посланник – это пророк Мухаммад, мир ему. «Иншаллах, день суда, сестра, ты войдешь в рай с твоим именем, Пуджа». Значит, пути разные. Но цель должна быть только одна. Это то, во что я верю. Нет, сестра. Пути не могут быть разными. Но если оба пути одинаковые, то нет проблем. Да, это то, что я хочу сказать. Все дороги не ведут правильным путем, сестра. Возможно, ты думаешь, что они ведут, но это не так. Так что, если ты ошибешься, я должен поправить тебя. Я не верю, что все… Сестра, если ты говоришь, что ты индус по определению, это человек, который живет в Индии. Нет, цель, это не так. Сестра, индус – это географическое определение. Возможно, ты не знаешь, но я знаю. Я индус по географическому определению. Сестра, слово «индус» или «индуист» впервые использовалось арабами. Они называют меня «хинди», то есть «индус». Когда я хожу на улице, они называют меня «хинди», то есть «индус». Впервые слово «индус» было использовано арабами, когда они пришли в Индию. И также оно использовалось персами, чтобы описать людей, которые жили в Индии. Поэтому географически я индус. Но называть религией индуизм – это неправильное выражение. Но правильно будет сказать «ведантист», то есть «последователь веды». Поскольку ты следуешь правильным вещам в Веде, как вера в одного Бога и вера в пророка Аллаха Мухаммада, мир ему, ты мусульманка. И религия не может быть всемогущей. Но высшая сила – это Аллах, Бог. Я согласен с тобой. Но религия Бога – это не высшая религия. Существует только одна религия. Религия Бога – не ислам. Религия Бога – не ислам. Если арабское слово «ислам» причиняет тебе боль, можешь оставить его в стороне. Нет, нет, оно не причиняет мне боль. Я говорю тебе. Нет, оно не причиняет мне боль. Само по себе это очень красивое слово. Как оно может навредить кому-то, по крайней мере, невзрослой девушке? Мешалла. Сестра – взрослая девушка. Сестра, ислам – это означает подчинение своей воле всемогущему Богу. Поэтому, если у тебя проблема со словом «ислам», сестра, можешь оставить его в стороне. Но подчинись воле Бога. Аллах говорит в Коране, в третьей суре Али Амрон, в 19-м аяте. Воистину, единственной религией у Аллаха является ислам. Ас-саляму алейкум, братья и сестры. Я хотел бы порекомендовать вам очень хороший YouTube-канал под названием «Поистине». На нем наши братья делают хороший политический анализ, обозревают и делают комментарии на важные события. Братья и сестры, давайте вместе поможем их каналу развиться. И в этом, иншаллах, будет благо для нашей умы. Прошу, подпишитесь на канал «Поистине». Ссылку я оставлю в закрепленном комментарии. Прошу, подпишитесь на канал.